Она собрала полный комплект медалей высшей пробы самых главных соревнований в карьере профессионального спортсмена. Золото Европы, мира, Олимпийских игр. Затем ушла, чтобы родить ребенка и внезапно, не менее триумфально вернуться. Вернуться так, чтобы заставить скептиков замолчать и, вдохновляя собственным примером отчаявшихся, доказать, невозможное возможно. Золото лицензионного чемпионата мира и всемирных военных игр – яркое тому подтверждение. Наталья Воробьева. Возвращение года. У меня был большой перерыв. Достаточно два с половиной практически года. Полгода я на ковре и уже сделано много работы, проведено много сборов. Честно сказать, я думала, что будет работы и сборов намного меньше, так как сына еще нет года. Но мне и семья, и сборная идут на уступки, поэтому у нас все получается. Дальше уже ковер будет показывать, кто в каком состоянии, кто тот, а кто нет. Мало, наверное, кто возвращался и выживал после таких длительного отпуска. Но если ты в одном первом, почему ты не можешь быть в другом первом? Чувствую, от вас такая харизма идет, такая энергетика. Главное, чтобы соперники это чувствовали. Смотря когда, утром или вечером? Ну, утром, допустим. Утром чуть больше. Хорошо, вечером. Чуть меньше. Вообще у женщины не принято спрашивать, сколько она весит. Ты можешь спросить, как у борца, в какой весовой категории я борюсь. Между 72 и между 76. Наташа, а что хуже, спросите девушке, сколько она весит или сколько ей лет? Спроси, какого она года. Когда я была уже в положении и начали приплюсовываться, наверное, первые 10 килограмм, то для меня это, конечно, был стресс. Потому что я с 10 лет в спорте, и всю жизнь я себя чувствовала здоровой, подтянутой, крепкой, без лишних килограмм, можно так сказать. Я всегда как-то выросла, и мой вес был всегда 73-74 килограмма. А здесь, как бы уже когда я начала переваливать за 90, я начала сомневаться, смогу ли я прийти в свою обычную, любимую форму. Но после рождения сына, на самом деле, очень быстро вес упал, когда уже начала тренироваться. И сейчас я не до веса около 7-6 килограмм, поэтому приходится много кушать. Но в команде всегда должен был быть тяж, который не гоняет вес. Я во сне уже давно не летаю. Наилуче-то в последнее время бывает за неделю по 8 перелетов. А, полеты на ковре? Ну, всякое бывает. Ты, по-моему, не летаешь на спортсменками, нет, в основном? Нет, бывало, всякое. Больше, по-моему, в авиалиниях собственного производства работаешь. Организую, да? Перелеты. Перелеты. У меня, да, есть арсенал бросков, но нет-нет, и сама тоже убитала. Мой господин звонил, Тимур. Ага, придите. Ответила, все хорошо, спит. Бабушка его уложила. У меня 2 июля, день рождения у сына. Я думаю, что это будет самый большой подарок для него, для семьи. Все будут в хорошем настроении, никто не будет рыдать, как обычно. Ой, там девочку нашу обидели, там мама начинает панику наводить. Это будет самая большая мотивация. Привезти домой золотую медаль в преддверии праздника, чтобы у всех было хорошее настроение. А если у всех будет хорошее настроение, то и у Натальи? Я вообще буду счастлива, я как миротворец дома. У всех все хорошо должно быть. Когда мамочка шуршит по кухне 24 на 7, это бесподобно. Я прилетела в Москву с пирожками. Я люблю вкусное поесть. Я ем абсолютно все. Но главное это все сочетать. Но любимое блюдо есть? Ой, прям такое любимое блюдо. Честно сказать, да прям такого нету. Макдональд себе позволить можешь? Легко. Легко могу себе позволить даже пару булок. Маккомбу? Можно. Но на самом деле очень редко. Стимулом должно быть все-таки, наверное, не деньги. А стимулом должна быть именно мотивация. Стоять на вершине Европейского Олимпа. Вот самый большой стимул. Деньги никогда не помешают. Но ты, когда выходишь на ковер, ты точно не о деньгах должен думать. У нее всегда нравился Сайтиев. Я думаю, ту самую мельницу я научилась делать именно у него. Потому что, когда он боролся на Олимпийские игры, я была еще реально ребенком. Мне было лет, наверное... Ну вот в 2008 году мне было 17 лет. Я смотрела Олимпийские игры. Я пришла на следующий день в зал, давай отрабатывать эту мельницу. Спасибо, Буасар Хамидович, она меня спасла в Лондоне. Мне бы сама научиться у японок поиграть, потом советы раздавать. Ну, как ты думаешь? Есть ли тогда понимание, в чем мы уступаем, что нам нужно изменить? Да на самом деле, ну, нет разницы. Это японка, это монголка, это украинка или еще кто-то. Вообще без разницы. Такой же человек просто. Кто-то что-то делает чуть-чуть лучше. И... Ну, мне нужно точно создавать культ для себя вот японской борьбы. Конечно, они, девочки, молодцы. У них хорошая база, хорошая школа. Но... Я думаю, что если наши девочки чуть-чуть поверят в себя, и каждый будет лично я, и каждый будет хотеть выиграть, каждый будет выходить не проигрывать, а выигрывать, то тогда, я думаю, будет результат получше. У меня там, знаешь, начинают спрашивать, ты настроилась, там, за две недели до старта. Я говорю, утром проснуть в день борьбы и настроюсь. Ну, для чего мне сейчас ходить думать, кто там будет бороться? Мне все равно с ними бороться. Или там, а я себе проиграю. Ну, как бы, а для чего об этом думать? Нужно решать проблему по мере поступления. Утром по будильнику встал, пошел, взвесился и поехали. После каких-то там своих проигрышей тоже там, ну, я думаю об этом, переживаю. Но нужно вставать и идти тренироваться далее. Либо просто все бросить и идти, строиться на работу и заниматься чем-то другим. Если разобраться, то сильные женщины всегда были. И в России, и во всем мире. И очень много физически женщины работали в разные времена. И были разные работы. И, знаешь, там даже поднимать какие-то тяжелые вещи, это тоже не женская работа. Мне очень нравится, когда мы, например, с тренером едем в аэропорт. У меня там огромный чемодан. Я там с ним тащусь. И ко мне подходит тренер и говорит, давай помогу. Я на него смотрю, хорошо, что ты мне не помогал вчера со штангой-то. Но там другое, понимаешь. Да, Москва, Питер, все красиво, балконы с цветочками. Но если взять какие-то республики, регионы, это огороды, это скот, это ведра, это постоянно какая-то работа. Не у всех есть отопление, все таскают дрова, уголь. И мужчин не всегда есть дома. Поэтому, ну, удивляться тому, что женщины занимаются борьбой, дзюдо, или даже смешанными единоборствами. Ну, даже физическая работа. Я уже третий раз была в Америке. На две недели ништяк. Америка хорошо, но дом я люблю больше. Как именно для такого тренировочного опыта в Америке хорошо тренироваться. У них такое достаточно легкое отношение ко всему. Начиная от жизни, заканчивая спортом. И они не превращают спорт в какой-то ежедневный, вот каторжный труд. У меня очень странный плейлист. Ну-ка. Ну, там от мала до велика, так скажем. Ну, несколько названий. Там может быть и классическая музыка, и тяжелая какая-нибудь музыка. Мы с подругами в последнее время слушали Леонтьева. Леонтьева, Пугачева. Как бы таких старых ребят из старой гвардии. У них есть крутые такие треки. И на сегодняшний день, мне кажется, что... Какая старая гвардия еще? Сейчас, типа, сейчас включу. У нас в зале есть девочка Марина, и мы... Мы решили уже потом... Вот такую песню включать перед тренировкой. Перестрелка. Да, да. Что-нибудь типа, ну, не забывая о современном искусстве. Ну, схвачки. Это в машине, давай тебе, наверное, звучит. Ну, и в машине тоже. Ты не летишь по 140. Нет, я... Все-таки материнство, оно повышает экстинкт самосохранения. Ой, ну, когда-то давно. Было, да? Было, ну, очень давно это было. А что случилось? Слушай, да... Ну, в основном это были мальчики. Девочки, я не бью. Ну, понятно, что... Да. Ну, в основном это мальчики, и в основном, когда вот мальчики, начинают реализовываться своими какими-то вот недостатками за счет женщин, но начинают хамить. А девочки-борцы, они же достаточно уверенные в себе и могут из себя постоять. А мальчики-то этого не знают. И они начинают хамить и думают, что девочка там развернется, уйдет. А не тут-то было. Девочка его тут ловит и кидает. Ну, ты знаешь, я вот, например, сейчас стараюсь вот при любой непонятной ситуации развернуться и уйти. Вот действительно. Потому что, во-первых, у тебя есть личная самооценка, а есть самооценка еще дополнительного общества. И ты, как спортсмен, заслуженный мастер спорта, например, ты, как заряженное боевое оружие для общества. Ну, неправильно упадет кто-нибудь. Ну, вот прям, типа, там, переплюнуть через левое плечо, через правое, тройное сальто нет. У меня таких ритуалов нет. А молитва? Ты верующий человек? Ну, это личная информация. Я думаю, что она должна быть личной все-таки. Ну, платье я шью. Шьешь на заказ? Да, в основном, да. Джинсы-футболка. Какой футболка? В осенне принципиально. Ну, любимая есть вам? Джинсы-армани, футболки, всякие. Ну, за спорт. Вообще, у нас вечеринка будет на день рождения, по крайней мере, в костюмах супергероев. Серьезно? И какого героя выбрали? Я еще не выбрал. Ну, я уже как бы выбираю, но пока у меня есть легкие. Что могу тебе подсказать? Легкие сомнения. Бэтмен? Нет, я все-таки думаю, я буду не Бэтменом. Я не хочу быть Бэтменом. Бэтмен, мама Бэтмен. Нет, пусть папа будет Бэтменом. Мама-мама будет, может быть, женщиной-кошкой. Нет, я очень не азартна. Не азартна? Нет. А на ковре не скажешь? Ну, ковер. Я просто думаю, что мне в жизни два раза так не фартанет. Ну, я имею в виду и спорт, еще и казино. Ну, либо какие-то вот такие лотереи, что-то. Не ввязывайся в это. Не ввязывайся. А делаешь сальто? Нет. На руках ходишь? Ммм, плохо. Что делаешь? Так, это же мануха. Я все делаю плохо, ничего не умею. Что делаешь из сложных пирогов хороших? Я ковыркаюсь. Ковыркаюсь? На шпагат садишься? Нет. Нет. Что у тебя было думать? Ничего не умею. Кайфуйте от этого. Просто получайте удовольствие от того, что вы делаете. Уставайте и от этого получайте удовольствие. Там даже не дагестанский какой-то акцент, а диалект. Мой, да? Да. Закадровый. Закадровый. В момент комментариев. Он ужасный. Да не, да у меня нормальная реакция. Я-то привыкла. Как бы я, ну, всю жизнь среди всего этого кручусь. Но терминология и какие-то диалекты, они как бы сразу полетят. Стоп, пудово, дак. У тебя, видимо, когда ты в Барцавской среде еще там бал взял. До свидания. Вячеслав Абдусаламов в Реструс ТВ.